Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион, студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Я хочу вас всех поздравить. У вас есть такое место достойное, где вы можете приехать и отдыхать. Новая точка притяжения. В субсихе на этих выходных открыли сквер в честь 75-й годовщины освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков. В каждом человечке есть определенная своя способность, такая физиологическая харизма. Секрет успеха от звезды кино. В ДЦ «Смена» знаменитый актер Сергей Горобченко провел мастер-класс. Скажем так, пришлось немножко попотеть. Стоп, снято. Анапские энтузиасты сами снимают и сами играют главные роли в любительских короткометражках. И начнем с главного события прошедших выходных. Накануне 75-летия освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. В селе Субсех торжественно открыли новый сквер. Он станет точкой притяжения для жителей и гостей. Местом проведения мероприятий, в том числе патриотических, важной частью сквера стали два монумента. В церемонии принял участие глава курорта Юрий Поляков, который лично курировал ход строительства. Родная, родная, родная земля. Калмы и равнины, леса и поля. На верхней площадке нового сквера гости со всего Анапского района, представители национальной культурной автономии, казаки. Выглядит превосходно. Во время строительства я не наблюдал, как это на самом деле будет выглядеть. Сейчас увидел уже готовый результат и очень порадовало. Можно прийти с ребенком, отдохнуть, посидеть, посмотреть. Нравится. Здесь две площадки для отдыха, освещение, почти 2000 квадратных метров газона с системой полива. Татьяна и Денис с дочерью Екатерины живут здесь же в пешей доступности. Для них важно то, как распорядились свободным участком земли. Место, по крайней мере, выделили, не стали отдавать под что-то. То есть как-то людям приятно, что есть какая-то забота властей о них. Зорова этой площадки как раз в Субсехе, наверное, и не хватало. Как бы теперь будет куда ходить, немножко прогуляться. Тем же мамочкам с детьми, с колясками. Да и нам также на лавочке посидеть. Юрий Поляков вручает благодарности строителям. Из-за перепада высот порядка 17 метров это не самый простой объект. Тем не менее, его удалось завершить в срок. Конечно, это будет место притяжения не только жителей Субсеха. Это будет место притяжения анапчан. Сюда могут приходить родители с детьми, отдыхать. Здесь можно проводить мероприятия. Я благодарен всем, кто принял участие в строительстве этого сквера. И мы успели к 25 августа все это сделать. Я хочу вас всех поздравить. У вас есть такое место достойное, где вы можете приехать и отдыхать. Прежде всего, я хочу сказать от имени анапчан спасибо нашему главе Юрию Федоровичу Полякову. Действительно, он все сделал для того, чтобы успеть к 25-му. Это образцовое место, это действительно место, гостевая трасса. В этом году исполняется 75 лет со дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Новый сквер станет местом проведения патриотических мероприятий. И мы благодарны главе и команде, главе сельского округа и его команде, за то, что проделала эта работа по увековечению памяти. Ветеранов мало осталось, они рядом. И пока они рядом, обратите на них внимание, остановитесь, поговорите. И пока мы будем нести это в памяти, Россию никогда не сломить. С праздником вас! Здесь два монумента. Первый – это список сельчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Второй – братская могила освободителей со многих уголков Советского Союза. Здесь покоятся бойцы 107-й стрелковой бригады, а также 414-й дивизии, впоследствии названной «Грузинской». Немцы бежали уже, им уже было не до нас. Тем более, что ворвался десант в порт. Ну и взяли в плен самого коменданта порта. Монументы привели в порядок. Можно сказать, что сквер их аккуратно обступил уже этой осенью, когда погода будет благоприятной. Ландшафт дополнят хвойные и лиственные деревья, а также кустарники. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Сегодня в Краснодаре прошел традиционный августовский педсовет. В нем приняла участие и анапская делегация, которую возглавил Юрий Поляков. На совещании обсудили развитие образования в регионе, строительство школ и кадровое обеспечение. В этом году на Кубани откроют еще 10 школ. На развитие образования в 2018-м из краевого бюджета направят более 80 миллиардов рублей. В Анапе в этом году за парты сядут более 25 тысяч ребят. Из них почти 2800 первоклашек. Для них уже подготовлено 96 классов. Все школы полностью укомплектованы педагогическими кадрами и готовы к приему детей. В октябре планируется начало строительства пристройки на 400 мест к основному зданию шестой школы. Мечтаешь снимать кино? Бери и снимай. По такому пути пошли жители Анапы, сняв пилотный выпуск сериала про жителей города-курорта, которые ссорятся, влюбляются, творят добро и совершают глупости. Команда начала работу фактически с нуля. Конечная цель – объединить энтузиастов, чтобы всем вместе воплотить мечту, которая одна на всех. Это я. Меня зовут Леха. Одного из главных героев зовут Алексей. Он предпочитает жить сегодняшним днем. Из-за этого в его жизни в буквальном смысле случается всякое. Нет, упасть не боялся. Просто единственное, что бегали раз, наверное, по 20. Потому что еще бегали, жара была, как бы такая, скажем так, пришлось немножко попотеть. В реальной жизни это Алексей Брежнев, коренной анапчанин. Генеральному секретарю СССР родственникам не приходится. У него небольшой бизнес и немного свободного времени, которое хочется проводить для души. Как человек разносторонний он пошел на курсы массажистов, где познакомился с еще одним не менее разносторонним человеком – Сергеем Петровым. 14 лет назад они с приятелем решили прокатиться на машине из Владивостока на Черное море. С тех пор после каждого витка судьбы он оказывался в Анапе или рядом. Не первая по счету авантюра, в хорошем смысле, снять фильм с нуля. С пробным роликом помогли друзья. Да мне нравится. Это мое хобби. В прямом смысле это хобби. Я получаю удовольствие от процесса, когда я вижу, что от съемок что-то получается интересное. Ну и музычку, когда накладываешь. То есть я кайфую, можно сказать, от этого. То есть не знаю дальнейшую перспективу, к чему это придет, но сейчас мне это нравится. Это вторая работа Сергея. Он не скрывает, что еще многому нужно учиться, но помогают единомышленники. Среди них Кристина Рабина – профессиональная актриса и телеведущая. Она играет роковую женщину, которая разлучает Алексея с любимой Настей, которую играет Мария. С Сергеем она познакомилась на киносъемках в массовке пару лет назад. Этой весной он предложил роль в его собственном фильме. Я сразу согласилась. Это было для меня интересно. Я говорю, конечно, Сергей, давай. Давай это сделаем. Мария приехала в Анапу пять лет назад. Работает администратором в гостинице, пишет стихи, играет в любительском театре. Теперь кино. Пока экспериментальное, но свое. Это очень интересно, потому что съемки в массовках – это одно, а когда главная роль – это совсем другое. Немножко страшно, но не так, что прям до потери пульса нет. Ощущение, да, такое, на самом деле, интересное, эйфория, как-то что-то новое для себя открылось. Потому что со стороны, когда смотришь на себя, уже как-то что-то, даже не могу ощущение передать такое. Команда уже посмотрела смонтированный вариант. Ролик выложили в сеть. Что будет с проектом дальше, пока не знают. Для начала надеются познакомиться со сценаристом, таким же энтузиастом, как они сами. От этого напрямую зависит дальнейшая судьба их героев. Но в итоге все надеются на позитивный финал. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Обо всех тонкостях профессии актера юным участникам киноакадемии рассказал российский артист Сергей Горобченко. В ДЦ смена продолжает приобщать своих воспитанников к творческой деятельности. Дети смогли задать свои вопросы известному актеру и узнали секрет его успеха. Подробнее в материале наших коллег. Бумер, Миннесота, Доктор Живаго, Братья Карамазовы и еще более 70 работ в кинопроектах и театральных постановках. Участники программ «Летняя детская киноакадемия» и «Академия творчества» встретились с актером театра и кино Сергеем Горобченко. Киноакадемики говорили с актером о любви к родине, вере, семейных ценностях и поисках жизненного пути. А также задали свои вопросы. Совершенно точно в каждом человечке есть определенная своя такая способность, такая физиологическая харизма, в которой ты лучше будешь выглядеть и будешь качественнее делать что-то, чем другие. Специально для юных киноакадемиков известный актер привез с собой любимую гитару. Белая береза, я тебя люблю. Протяни мне ветку свою тонкую. Сергей Горобченко уже второй раз приезжает на детскую киноакадемию. Мальчишки и девчонки с радостью встретились со знаменитым гостем. Сергея Горобченко я видела как актера в различных сериалах, фильмах. И мне было очень интересно задать вопрос, присутствовать на этой встрече. Юные киноакадемики уже вовсю готовятся к фестивальному показу. Участница смены Академии творчества Надежда Гладких, режиссер собственного фильма о бескорыстных поступках. Каждая встреча с профессионалами в сфере кинематографа вдохновляет ее на дальнейшие съемки. Я не ожидала, что он настолько глубокий человек, что у него такие принципы. Они с одной стороны очень странные, с другой момент очень правильные. Было интересно получить ответы на вопросы. Было интересно получить опыт от человека, который уже что-то знает в этой индустрии. Ни одна встреча не остается просто так. То есть ты смотришь на этого человека, и мне кажется, подсознательно начинаешь его копировать. То есть пытаться разговаривать так же с актерами, пытаться донести до них такой же смысл, какие они доносят на тебя на этих встречах. Они здесь могут в художественной форме сказать то, что их волнует. То, что они не могут показать перед своими близкими, родными, перед родителями. Они высказывают это в художественной непосредственной манере. Иногда, возможно, ярче, завуалированно. Но у них есть возможность это сделать. Это очень важное вообще начинание. Счастье в мелочах – это расхожее выражение. Ежедневно подтверждается приятными хлопотами, заботами о близких и, конечно, обустройством быта. Все для того, чтобы дома было уютно, можно найти в хоум-маркете, который недавно открылся в Анапе на улице Краснодарской. Сеть хоум-маркета активно развивается и радует покупателей уже во многих городах России. Теперь и жители, и гости Анапы смогут оценить все преимущества распахнувшего свои двери несколько недель назад магазина. Здесь нам очень нравится. Здесь очень много. Большой выбор игрушек, констоваров для детей. Просторные магазины, нет никаких толкучек. Это нам очень нравится. И можно спокойно выбрать, походить. Недавно приобрели очень много игрушек по скидкам. Там всякие тарелочки, кастрюльки, все по скидкам. Мне это очень нравится. Все для дома по низким ценам – это слоган сети хоум-маркет. И действительно, здесь представлена и бытовая химия в широком ассортименте, и стиральные порошки, и средства для посуды, чистящие гели для сантехники и многое другое. И большой выбор средств по уходу за лицом и телом, а также косметика. Юные покупатели найдут для себя много интересных игрушек. Хозяюшки оценят посуду, сковородки, кастрюли, столовые приборы и фарфоровые изделия, и мелкую бытовую технику, и, конечно, ассортимент постельного белья. Каждые две недели здесь проводятся акции на определенные группы товаров. Сейчас в преддверии нового учебного года акция «Школьная ярмарка». Канцелярские товары можно купить по очень низким ценам. Тетради и краски, акриловые, куаши, акварель, ручки, карандаши, фломастеры и даже ранцы – все для школьников есть в магазине «Хоум-маркет». Не забыли здесь и о братьях меньших. Корма и товары для животных также представлены по невысоким ценам. Удобно рядом с домом, где приехали отдыхать, рядом сходить, купить что-то. Все необходимое есть и для дома, и для похода на море, для отдыхающих очень хороший магазин. «Хоум-маркет» ждет вас по адресу Анапа, улица Краснодарская, 66. Подробную информацию о товарах и акциях можно получить по телефону горячей линии 8 800 770 70 76. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ